На Черноморском побережье в Геленджике достроили и, можно сказать, ввели в эксплуатацию уникальный памятник эпохи Путина, его роскошный мега-коррупционный дворец. Экскурсии туда, конечно, не водят, но журналистам каким-то образом таки удалось попасть фактически в дом к диктатору. Что они там увидели? И во сколько миллиардов рублей вам обошлась летняя резиденция Путина? Показываем. Внутри Путинского дворца. Журналисты-расследователи смогли проникнуть в поместье российского диктатора. Его строительство началось еще в 2010 году. Архитектор роскошной усадьбы итальянец Ланфранко Черилло. По данным фонда борьбы с коррупцией, возведение дворца обошлось минимум в 100 миллиардов рублей. И эти деньги, конечно же, были украдены у народа. Что же накупил и как обустроил свой дом Путин на эти огромные деньги? Смотрим. На входе гостей встречают полуголые статуи. Фасад украшают гигантские колонны. Во дворе есть аквадискотека, за ней бар, техника для музыки и светлового шоу. Легендарная аквадискотека. Внутри самого дома также есть бассейн, но уже более элегантный. Там Путин разместил целую эспазону с хрустальными люстрами, гидромассажем, фитобаром, огромными белыми диванами, джакузи, контрастными купелями и так далее. Но самое интересное в этой комнате восходящий душ, который предназначен для профилактики простатита. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. В этих помещениях все очень дорогое. Например, стульчик стоит 200 тысяч рублей. Этажом выше цены на мебель удивляют вас еще больше. Например, в зале для чтения каждый диван стоит 923 тысячи рублей. Буфет за ними – 1 миллион 140 тысяч. Огромный стол – почти 2 миллиона. А каждый стул – по 220 тысяч рублей. Но главная изюминка этой комнаты – французские люстры из красного хрусталя. Стоимость каждой – 50 миллионов рублей. Работа там непростая, мягко говоря. Столько же стоят люстры в соседнем зале. Каждая – по 50 миллионов. Кроме того, комнату украшают два столика – по 420 тысяч. Два дивана – по 1 миллиону. И стульчики – по 300 тысяч рублей. В самом доме Путин разместил часовню и украсил ее мраморным полом, золотыми подсвечниками и иконостасом. Самое интересное, что на нем изображен святой князь Владимир, в честь которого и названа комната для молитв. Более того, кремлевский диктатор считает себя чуть ли не реинкарнацией князя. Вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте, о Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. Я думаю, что не бывает случайностей. По соседству с часовней находится кальян-бар, театр и спортивный зал. Общая стоимость итальянских тренажеров – более 13 миллионов рублей. Этаж выше предназначен для спалень. Всего там их аж 11 штук. Самые огромные – почти по 300 квадратных метров. Это хозяйские покои. Именно там по плану должен спать кремлевский фюрер. В царской опочивальне стоит стол за 2 миллиона рублей. Комод – за 4 миллиона. И кровать с балдахином – за 6 миллионов рублей. А на прикроватной тумбочке красуется бронзовая фигурка Мишки, которая очень напоминает логотип путинской партии «Единая Россия». Которая, кстати говоря, именно сегодня отмечает свое 15-летие. В туалете Путин зачем-то разместил пуф, который стоит 300 тысяч рублей. Такой же стоит в душевой. Но это еще не все. Вокруг дома целая развлекательная инфраструктура. С собственным хоккейным залом, огромным тиром, парикмахерской и садом. Бывает так, что у одних густо, у других пусто. Это все принадлежит одному человеку – Владимиру Путину. Он десятки лет сидел в президентском кресле, грабил народ, запугивал его и ущемлял, чтобы теперь жить в абсолютной роскоши. Да, мы делаем это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин